Сердце гениального врача остановилось 10 февраля 1947 года. До последнего Суров находился в полном сознании. Не так давно через Народную газету ее читательница Ольга Николаевна Корнилова передала фото Сурова. Снимок сделан за три дня до смерти врача. У него совершенно ясный взгляд. Он понимал, что ему осталось жить считанные дни и как человек верующий принимал это спокойно. Когда Сурова хоронили, практически все ульяновцы пришли проститься с выдающимся врачом. Это были самые многолюдные похороны послевоенного Ульяновска. Прощание проходило на территории больницы, где он работал. Суров был похоронен на старом городском кладбище. Могила, несмотря на то, что был самый рассвет борьбы с религией, была увенчана православным крестом. Но, как рассказывает архивист Антон Шабалкин, после его смерти началась странная игра вокруг его имени. Согласно проекту решения Ульяновского горисполкома от 17 февраля 1947 года, который хранится в архиве, больница должна была носить имя Сурова. Однако это решение от 8 марта было отменено. В архиве хранится в фонде облсполкома два документа. Что между ними произошло между 17 февраля и 8 марта, трудно сказать. Проект решения облсполкома 17 февраля, где несколько пунктов. Первое, то, чтобы похоронить его за счет больницы. А второй пункт увековечения. А. Присвоить имя его. Сперва было написано в глазном отделении, потом зачеркнули больнице областной. Второе, устроить мемориальную доску и портреты и в больнице, и в обществе Красного Креста. Третье, создать интернатуру по глазным болезням. И четвертое, в фельдшерской акушерской школе создать две стипендии имени Сурова. Но, проходит время, и 8 марта, но уже почти месяц прошел после его смерти, его уже давно похоронили. Решение остается единственный пункт, похоронить за счет больницы. Кто и почему так посмертно расправился с врачом, он до последних дней оставался действующим врачом, не пенсионером. В его справке о смерти так и написано, что он врач, место работы больницы. Только спустя многие годы после смерти Сурова началось увековечивание его имени. В 1986 году новый проспект в Новом Городе получил название «Проспект врача Сурова». Появилась и мемориальная табличка на больнице, где работал Суров. Ведь благодаря ему именно в 1911 году в Симбирске на базе Земской больницы заработало глазное отделение. С его открытием количество глазных операций выросло в десятки раз. Но Суров работал не только как врач-глазник. Он был врачом широкого профиля. В архиве хранится уникальный военный билет Сурова, когда он уже вышел в отставку в конце 20-х годов, где отмечена служба в царской армии, в красной армии и в белой армии. Так вот в армии Колчака он был начальником санитарного управления. То есть какие-то мобилизованные крестьяне Колчаковской армии, то, что они не сгинули, а потом, может быть, как-то еще смогли и устроиться, они должны быть обязаны Сурову. Ну, отступают до Сибири, до Тюмени, белых разбивают, Колчаковское движение заканчивается, Суров продолжает работать врачом, и красные, войдя в Тюмень, обращаются к нему за помощью. Причем известный большевик Михаил Кедров просит его возглавить эвакопункт. То есть действительно был человек, настолько высокий профессионал, что с ним считались буквально все. И кто знает, может быть, он так бы в Сибири и остался, но в 20-м году он едет на врачебное заседание в Москву проездом через Симбирск, где у него, как я понимаю, семья оставалась, а у него было две дочери Галина и Вера. И супруга здесь. И в газете советской публикуется заметка, что очень просим вернуть сюда к нам Сурова. Суров возвращается в Симбирск и неоднократно исполняет в 1920-1940-е годы обязанности глав врача всей больницы. Архивист Антон Шабалкин показал уникальные инструменты, которыми в 40-е годы пользовались врачи-офтальмологи. Просто де удаешься, какие надо было иметь руки, чтобы в самом хрупком человеческом органе, глазу, проводить сложные операции, например, по удалению катаракты, тем самым спасая зрение пациента. Современные врачи-офтальмологи чтут память врачи-основателей офтальмологической школы в Симбирско-Ульяновском. В этом году, 8 февраля, в Центре микрохирургии глаза областной клинической больницы прошел семинар для студентов курса офтальмологии и пациентов, посвященный 70-й годовщине со дня смерти Сурова. Когда мы говорим об истории офтальмологической помощи, то мы всегда говорим о том, что вот эти первые 10 коек, которые открыл Григорий Иванович на базе Земской больницы, привели к тому, что офтальмологическая помощь начала оказываться именно в хирургическом аспекте. Пациенты стали оперироваться по поводу катаракты, глоукомы, он даже занимался пересадкой роговицы. Это офтальмолог, который сделал очень много для развития офтальмологии, офтальмологической помощи населению области. В настоящее время хирургическая помощь на территории Ульяновской области оказывается на уровне самых высоких технологий. В 2013 году именно офтальмологи этой больницы выступили с инициативой поставить новый памятник на могиле врача Сурова, поскольку старый сильно обветшал. Его открытие состоялось 12 сентября, в день офтальмолога 2013 года. С тех пор сами врачи ухаживают за памятником и во время каждой памятной даты возлагают к нему цветы.